Итак, друзья, сегодня мы с вами будем обсуждать о релизной версии iOS 15.4. Что у нас здесь нового, что поправили по всем бетам, как с автономностью, ну и, конечно же, стоит ли ее устанавливать на ваше устройство. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ситуация такова, что я вам не советую, в принципе, ставить пока что эту версию по объективным причинам. По каким, сейчас я перечислю, что у нас было нового, мы посмотрим, как работает наше, в принципе, устройство. У меня в данном случае iPhone 12 на данной прошивке. Ну, в принципе, посмотрим, где что, фрезить, не фрезить и так далее, и так далее, решим. И по автономности, конечно же, в конце все скажу. Начнем с iOS 15.4 Beta 1. Это разблокировку маски добавили, пофиксили, более удобно и более теперь комфортно использую, как через часы, так и через само устройство. Разблокировка в маске со сторонними приложениями, оплата, в том числе Apple Pay. Это тонкая возможность настройки геймпада. 37 новых эмодзи, новые виджеты, анализ смартфона по фотографии. Поднесите наушники, AirPods, звук вызова более качественнее. Шрифт, анимация, подключение наушников чуть толще стал. Все приложения получают 120 Гц. Владельцы, конечно же, iPhone 13 нового поколения и выше. В приложении здоровья теперь можно добавить данные об вакцинации и сертификаты. В Apple Music раздел «Делиться музыкой» теперь находится в верхнем правом углу в разделе «Начать Share Play». В приложении Apple TV добавили раздел, в котором можно изменить вид, стоп-кадр или плакат. В настройках Safari добавили пункт «Восстановление настроек по умолчанию». iOS 14 Beta 2 у нас «Shazam» определяет музыку быстрее и точнее через поисковую кнопку «Control Center». Что касается в Beta 3, исправили бак хранилища, бак обновления iOS и LTE, новый вид уведомлений для заметок. В четвертой бете новое уведомление меток Airtag, новый голос для американской Siri. И в пятой бете у нас просто пофиксили внутри движка самой системы iOS, то есть повышенная производительность и автономность якобы. Смотрите, друзья, я хочу использовать устройство, так как вот только релиз вышел, его нужно потестить 1-2 дня. Как только будут тесты по батарее, я уже смогу вам рекомендовать. Как вы об этом узнаете, я второй видеоролик не буду записывать. Вы просто под этим видеороликом у меня спросите, стоит ли устанавливать или нет. В принципе, либо же я оставлю в сообществе закрепленный комментарий от себя, скажу, какие были показатели, стоит ли, не стоит, и на этом, в принципе, мы с вами и сойдемся. Ну, а так, в принципе, система работает неплохо, меня все устраивает, сами видели, все, в принципе, стабильно, понятно, и как бы такое, на первое впечатление, да. Также, меня очень волнует, вам интересно ли, что я буду записывать отдельно по бетам версиям? Я раньше так писал, сейчас я пишу сразу полностью в одном видео, какие были нововведения добавлены по бетам. Считайте, в релизе это все есть, пофиксено, исправлено и более-менее автоматизировано для того, чтобы работал сам движок системы iOS нормально. Вот, дайте знать, интересно по бетам, будем записывать отдельно, хотя я бы не хотел, если честно, или проще все в один видеоролик забить, и будет намного интереснее, более развернутый ответ, и, как по мне, намного лучше. А вы, конечно же, дайте знать, мне тоже ваше мнение интересно. Подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, оставьте ваше мнение в комментариях, дальше больше, скоро увидимся!